11.05 в нашем городе. Это программа Дневной Разворот. Сегодня пятница, 1 декабря, первый календарный день зимы. Вас приветствует Николай Голиков и Владимир Сметонин. С первым днём зимы у вас. И мою дорогую маму с днём рождения хочу поздравить. Культпоход у нас будет, как обычно, после 12.05. И там такая удивительная штука. У нас там будет человек по фамилии Цой. Только не Виктор. По биктивным причинам приехать не смог. Александр Цой имеется в виду. Это исполнитель одной из главных ролей фильма «Легенда о Калаврате». Накануне картина стартовала в широком прокате. И вот, видимо, ребята будут приглашать всех нас сходить на этот фильм. Я трейлер посмотрел накануне. В общем-то, неплохо, мне кажется. Как вы к историческим фильмам, Николай, относитесь? Я отношусь хорошо к историческим фильмам, но пока трейлера этого фильма не видел. Да, но это во втором части. У меня всё впереди. Да. В первом части у нас тоже такая интересная история. Знаете, не так давно в публичном пространстве Кирова появился очень активный молодой человек. Работа его была связана и сейчас связана с общественным транспортом. И он очень активно на протяжении последних двух лет высказывался о том, что в сфере в этой пассажирских перевозок не всё так просто. Много очень проблем. Нелегалы, частники и так далее и тому подобное. Яркое выступление у него было на гражданском форуме, в седьмом гражданском форуме, который прошёл совсем недавно. И вдруг в конце месяца, ноября, появляется новость о том, что этот человек стал руководителем, ну, прям вот такого хозяйства. Огромное просто-напросто. Имеется в виду Киров пассажир автотранс. И у нас в гостях сегодня исполняющий обязанности генерального директора этого предприятия Денис Парлок. Денис. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вот что, как сами-то оценили? Такой взлёт это что? Это вызов судьбы? Это такое испытание? Для себя как это всё? Да, и ещё понять, вот как вы рискнули. Вы же сами прекрасно знаете вот состояние этого всего предприятия. Все вот взяли на себя такую ответственность, как сейчас говорят, да? Ну да, действительно, ответственность глобальная, подчинение практически 700 человек. Когда мне предложили на эту должность, безусловно, я взял паузу на раздумье, потому что всё-таки... От кого поскольку вы предложили? От Министерства транспорта. От Михаила Поршнева? Ну да, от его коллег, скажем так. Безусловно, ну, наверное, тут и сыграла роль моя критика, мой, наверное, там какой-то профессиональный опыт, поскольку я уже седьмой год в этой сфере и, в принципе, критиковал, ну, наверное, как мне кажется, за дело. Да, безусловно, ответственность колоссальная. Предприятие непростое и в финансовом плане, и в плане вообще социальной значимости. Подождите, об этом чуть позже. Итак, взяли паузу на размышления. Сколько размышляли? Ну, размышлял. Дни и часов. Размышлял порядка трёх дней, всё взвешивал, потому что до этого я управлял предприятием, которое там в несколько раз меньше. Я был заместителем директора транспортного предприятия, ну и, в принципе, решил попробовать. То есть я считаю, что, во-первых, у меня всё получится, более того, есть определённые наработки уже в этом плане. Безусловно, меня смущало то, что предприятие — это пригородного сообщения, и здесь немножечко другая специфика работы, нежели на городских маршрутах. Пригороды, межгород, межгород, другие регионы тоже есть автобусы. Да, есть и городские перевозки тоже, но в небольшом количестве. Поэтому, ну, как я уже говорил, социальная нагрузка, она очень большая, поскольку пригород у нас, как правило, не всегда доходный. И Кировский автовокзал... Чаще всего, по-моему, как раз недоходный. Да. Кировский автовокзал — это тоже Киров пассажир автотранс. Да, Кировский автовокзал — это наше подразделение, которое подчиняется непосредственно сейчас мне. Кстати, хочу сразу сказать, что у нас есть опрос. Да, и на сайте. Обычно мы забываем, что у нас есть опросы. Да, мы забываем, а здесь как раз про автовокзал напомнили, опрос очень простой. Кировский автовокзал, я считаю, первый вариант удобным для пассажиров, ну, для пассажиров, да. Второй вариант — неудобным для пассажиров, ну, и третьего сложно судить, я там давно не был, но такие люди тоже есть, которые просто никуда не ездят, да. Голосовать можно на нашем сайте хакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. На странице ВКонтакте лидируют варианты ответа 60%. Сложно судить, давно там не был. И на нашем сайте хакирова.ру такая же ситуация, давно там не были. Я не могу так про себя сказать. Я живу не так далеко и регулярно прохожу мимо Кировского автоокзала. И меня радует, в общем-то, как он в последнее время стал выглядеть. Мне кажется, Владимир, тут надо было, конечно, спросить немножко не совсем наших слушателей. Да, потому что мы все-таки в Кирове вещаем, а спросить людей, которые очень часто ездят в Киров и возвращаются из Кирова. То есть как раз теми, кто пользуется вот этими перевозками из района и обратно. То есть у них бы мнение было гораздо интереснее. Мы все-таки довольно-таки редко ездим. Но я вот несколько раз за последний год воспользовался услугами автовокзала. Скажу, что мне понравилось. Если сравнить с тем, что там было, условно говоря, лет 10 назад, то сейчас стало гораздо удобнее. Ну и сам он преобразился. Да. Да, и внешний вид. Внешний вид, да, потому что раньше это было довольно страшное заведение. Вот я помню прекрасно, да, детей без родителей лучше было не пускать. Почище стало намного, поопрятнее, поудобнее. Сотрудники, ну как их назвать, охраны, безопасности, которые следят, собственно, ходят. С таксистами там была ужасная проблема, когда они, ну, просто хамски подходили. Так они за рукав хватали. Да, за рукав хватали. Ну, сейчас проблема... С вопроса, куда едешь, поехали. Да, сейчас проблема до конца не отпала, они также есть. Вот сегодня я был как раз на автовокзале. Ситуация, ну, наверное, там ненамного изменилась. Таксисты эти никуда не делись. А ведь знаки поставили, чтобы они тут не парковались. Ну, они сейчас вокруг автовокзала, все дворы заняли, от жителей окружных домов тоже есть много жалоб. Ну, безусловно, с этой ситуацией мы будем из ГИБДД, из транспортной инспекции в ближайшее время проводить рейды и разбираться. То есть машины-то не убрали, сами-то не присутствуют. Да. Да, сами-то таксисты ловят. Ну, давайте пройдемся по основным проблемам, которые сейчас есть на Киров-пассажир-автотрансе. Вот вы уже до начала программы закончили, да? Лето обычно такой активный сезон. Да. Денежек побольше, а вот зима проблемы. Благодаря тому, что много маршрутов в районы ездят садоводы. Да, просто отдыхать ездят на природу. Да, люди ездят отдыхать. И, безусловно, летом это сезон для предприятия. Но, поскольку у нас сезон идет порядка 4-5 месяцев, да, если лето у нас радует, то основная часть года, она все-таки у нас не сезон и убыточная. То есть сейчас как раз, поскольку уже зима началась, мы, ну, предприятие накопило небольшие долги. Я думаю, что с долгами мы все-таки... Сколько можем? Небольшие, это как вот для нас понять, чтобы не большие, относительно чего? Ну, я пока не могу сказать, потому что... Ну, это речь идет о десятках миллионов, или о сотнях там. Нет, не о сотнях миллионов, а о десятках миллионов, потому что, ну, пока не знаю, какая информация секретная является на предприятии. Поэтому, ну, долги ощутимые, но я думаю, что есть уже там, я говорю, у нас план на... 2018 год. Мы с долгами все-таки будем разбираться. Не уверен, конечно, что мы действительно там быстро все это погасим, но тенденция к этому все-таки у нас намечена. Также запланировано на следующий год обновление подвижного состава, поскольку обновления на предприятии уже не было несколько лет такого глобального, масштабного. Скорее всего, будем часть автобусов переводить на газомоторное топливо, потому что вектор в стране у нас задан, да, до 2020 года. По поручению Владимира Владимировича перевести порядка 30... Дмитрий Анатольевич, я бы даже сказал, скорее. Дмитрий Анатольевич, ну и Владимир Владимирович тоже неоднократно подчеркивал, что порядка 30% необходимо общественного транспорта переводить на газ. Поэтому здесь мы тоже в этом плане работаем параллельно. Ну, я думаю, что в следующем году какую-то часть автобусов мы будем все-таки переводить на газ. Он удешевляет, собственно, да? Да, во-первых, удешевляет стоимость топлива, удешевляет эксплуатацию. Есть, конечно, там и минусы в газомоторном топливе. Это необходимость дополнительного обучения, дополнительного оборудования, ну и дополнительной стоянки, поскольку эти автобусы должны стоять в ночное время вдали от вообще объектов других движимых. Ну и, в принципе, самый большой плюс, это, во-первых, для нас это экономическая составляющая, для города это экологически чистое топливо. Просчитывали уже или будете в ближайшую выгоду? Да, выгоду будем и сейчас просчитываем, и я думаю, что это все будет делаться, в ближайшее время мы все посчитаем, это не быстро, но все-таки экономия однозначно есть. Экономия на топливе в два раза, то есть экономия на запчастях, я думаю, тоже будет ощутимая, поэтому в любом случае, безусловно, переходить на газ надо. Вот, Денис, еще вопрос, когда мы начали говорить о состоянии предприятия, дело в том, что ведь в последнее время так довольно активно говорили о том, что у нас же предприятие наполовину государственное, наполовину частное, да? Да, 50% правительства. 50% с небольшим процентов принадлежит правительству области. Контрольный пакет. Да, контрольный пакет акций, и 49% с небольшим принадлежит движению нефтепродуктов. Речь как раз шла о том, что вроде бы государство собиралось продавать свой пакет, в каком состоянии эта история сейчас? Ну, насколько я знаю, речь уже о продаже контрольного пакета акций не ведется, поскольку, как мы уже сказали, что предприятие социально значимое, и, естественно, мы не должны потерять такое предприятие. И в частные руки его отдавать, ну, как мне кажется, нельзя, потому что, ну, сами знаете, частные прощики, они будут ездить только по хорошим маршрутам, плохие маршруты мы потеряем. Более того, есть автовокзал, да, это основная артерия, куда у нас там с области приезжает народ, безусловно, мы его тоже при продаже потеряем. Поэтому сейчас никаких разговоров о продаже уже не идет, насколько я знаю. Позиция такая, то есть, выполнять социально значимую роль все-таки. Да, то есть предприятие мы будем поднимать и развивать. С вас попросили некий план какой-то, хотя бы коротенький развитие предприятия. Безусловно, план и на совете директоров частично был озвучен, и на 2018 год все предприятия, как правило, уже к 1 декабря должны предоставить все свои видения. То есть план мы как раз вот сегодня после обеда отправляем. Но, как я уже говорил, что основные моменты это вывести предприятие из кризиса, дожить до сезона, перевод и обновление парка, перевод на газ, обновление парка в следующем году. Далее, для того, чтобы более активно задействовать силы предприятия, а у предприятия осталась еще с советских времен сильная рембаза, работники квалифицированные, мы хотим начать оказывать услуги дополнительные. Это по ремонтам подвижного состава для сторонних организаций, заказные, какие-то школьные экскурсии. То есть все эти направления, все ниши мы хотим начать занимать, все просчитываем сейчас, сколько и чего нам потребуется. И я думаю, что все-таки к этому мы придем в ближайшее время. Экскурсия по Кирову, как пассажир автотранс. Ну это довольно небольшой период, а там нет, где походите посмотреть. Нет, экскурсии по городу, но мы знаем, что заказные перевозки со следующего года, скорее всего, точно будут лицензироваться. Лицензиатов у нас в городе Кирове немного, а тех, кто ездит без соответствующих лицензий, их очень много. Поэтому эта ниша скоро все равно немножечко освободится. И мы, поскольку у нас... Выигрышная ситуация будет, да? Да, ну вообще перевозчики крупные, они будут в выигрышной ситуации, если захотят, конечно, связываться с детскими заказными перевозками, потому что это ответственное мероприятие, скажем так. Ну там не так давно ужесточили детские перевозки, по ночам запретили и так далее. Да, ну много требований было введено, поэтому всему этому мы соответствуем, и я думаю, что будем нарабатывать тактику. Более того, что касается мероприятий для удобства пассажиров. Так, давайте об этом уже просто небольшой балл. Прикольно 30 секунд прервемся, выдохнем и продолжим. Денис Прылок в нашей студии, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Киров Пассажир Автотранс. Крупнейший перевозчик региона? Регион, ну, наверное, АТП крупнее. АТП крупнее все. Да, но АТП городское предприятие. На уровне области, на уровне области, да, мы самое крупное. Так, про удобство пассажиров. Да, безусловно, мы сейчас сталкиваемся с тем, что, ну, назовем их нелегальными перевозчиками, да, либо такси, увозят часть наших пассажиров. Увозят пассажиров с автовокзала, то есть почему наших? А почему нелегальные? Может быть, у них есть лицензия? Нет, есть перевозчики, которые... Лицензия есть, но для того, чтобы быть легальным перевозчиком, необходимо иметь договор с муниципалитетом, да, либо с регионом. Соответственно, есть те перевозчики, которые не имеют соответствующих договоров, не имеют карт маршрутов по 220-му ФЗ, которые должны выдаваться на определенный период определенному перевозчику. Такие перевозчики тоже у нас присутствуют. По ним, ну, я надеюсь, в ближайшее время транспортная инспекция проведет рейды, очистят автовокзал от них. Я, ну... Так категорично выразились, очистить. Ну, потому что они... Денис, 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 но об этом уже говорят уже много лет, да? И вроде бы какие-то рейды проводятся, там и милиция, там и инспекция транспортная, но они ведь возвращаются обратно. И мне непонятно, да, почему с ними не могут побороться. Я не против вообще, в принципе, частной работы, не против. Но они забирают наших пассажиров. Пассажиры пришли на автовокзал к нам, а к кассам они подходят к нашим. Соответственно, они хотят ехать на нашем автобусе изначально, но потом различные там менеджеры, назовем их, либо таксисты подходят, уводят их прямо от окон касс и перевозят. То есть это я называю, ну, плохой бизнес, да? То есть если вы хотите организовать какие-то перевозки, пожалуйста, получайте рецензию. Он такой дикий, безобразный. Да, создавайте какой-то офис, свой продаж билетов, пожалуйста, работайте, если там все у вас требования по законодательству учтены. Но здесь же совсем наоборот. То есть, ну, я говорю, что я сегодня был на автовокзале и видел весь этот бардак, который творится. Безусловно, это наши пассажиры. Для удобства пассажиров мы, как я уже начал говорить, хотим, во-первых, сделать онлайн продажу билетов, чтобы людям не приходилось заблаговременно приезжать на вокзал, да, либо там за несколько дней покупать. Продажа билетов, я думаю, у нас будет на сайтах. Будем обновлять, разрабатывать сайт автовокзала. Продажа билетов, скорее всего, будет на каких-то, с каких-то мобильных приложений. Мы тоже пока ведем направление, все действия в этом направлении. Ну и вообще любые пожелания, которые, скажем так, будут приоритетны для удобства пассажиров, мы будем развивать. То есть, мы готовы шагать в ногу со временем, поскольку у нас на дворе 21 век. То есть, некоторые конкуренты наши уже давно эти мероприятия на себе обкатали и, в принципе, зарекомендовали себя с хорошей стороны. — Мне хочется поподробнее все-таки еще поговорить о вот этих нелегальных перевозчиках, таксистах, так называемых. 211-101, номер нашей студии, кстати, да. Вы пользовались, придя на автовокзал, вы сталкивались с этими людьми? — Я не просто сталкивался, например, я даже пользовался их услугами, потому что там есть такой момент, что расписание автобусов, ну, сами понимаете, каждые полчаса они не ходят по некоторым направлениям. А здесь человек говорит, садись, я поехал уже. — Вот вы, уважаемые слушатели, считаете это нормальным или все-таки ненормальным, когда вас перехватывают? — То есть, да, если мне не хочется терять время, вот там на два часа ждать в Кирове, либо за это время я уже доеду, то я, естественно, пользуюсь, потому что для меня это удобно получается. — У меня, честно признаться, негативное отношение к этим извозчикам, потому что я помню прекрасную ситуацию, начало 2000-х годов, вот это вот одно из самых таких диких времен, такой рассвет вот этот еще начинался этих таксистов. Мы пришли с мамой на автовокзал, и, подходя к одной из каз, как раз нас перехватывает такой мужик, такой здоровый такой, вот, и видно, что он как бы за словом в карман не лезет, и у него там мат сплошной, вот, и он как раз вот поехали с нами, он мне добавляет вот это, ну, уже одно такое обращение тебя отталкивает, нет, дядя, извините, мы на автобусе поедем, мы все-таки на автовокзал пришли. Вот, у меня негативное отношение сложилось. Начиная с той истории, нет, просто я уже закончил, да, мне, понимаешь, мне не нравится, когда я захожу на автокзал, меня хватают за рукав, говорят, поехали туда или сюда, хотя они еще понятия не имеют, куда я собираюсь ехать, да, потом они смотрят, как я подошел к какой кассе, они уже понимают направление, да, они уже подходят, вот. Но когда человек подходит конкретно к тебе и очень вежливо, нормально, говорит, что так и так, вы в Сыктывкар, условно, говорят, да, я в Сыктывкар, да, автобус Восток это, Восток это, а я готов уже ехать сейчас, вот. Да, мне дает право выбора, я, собственно, делаю этот выбор. Какие минусы при использовании вот этих услуг и этих перевозчиков? Во-первых, естественно, безопасность дорожного движения. Знаю просто водителей, которые ездят и работают на таких перевозчиков, не проходятся никакие ни предрейсовые медицинские осмотры водителей, ни предрейсовые осмотры технического состояния транспортной, ничего этого не проводится, безусловно, на безопасности дорожного движения это все сказывается, ну и мы видим, что у нас этот год, он уже в несколько раз превысил показатели по аварийности, по смертности, именно из-за заказных перевозок, поэтому, ну да, комфортно, согласен, быстро, согласен, но не всегда это приводит. Понятно, тут есть определенный риск, ну как бы я же, вот тоже учитывая взрослый человек, я понимаю, риски есть. Абсолютно не знаешь, выспался сегодня, не выспался этот, да, частник? Да, да, да. Может, у него сейчас давление там по 200, да, в настоящий момент, ну, действительно, его квалификация, его стаж, это все же неизвестно, и спрашивать, ну, об этом как-то... Да, ты, собственно говоря, он тебе все что угодно скажет, что толку спрашивает. Да, с того, что стаж 30 лет, и все нормально. У нас в студии есть, Валерий. Алло, слушаем вас, добрый день. Алло, Денис Юрьевич. Да. День добрый. Добрый. Моя фамилия Зверянов, Геннадий Анатольевич. Ну, мы с вами все равно пересекнемся, не сегодня-завтра, а в ближайшее время, так сказать, Белая Холница. Ага. Вот, в районах у нас, ну, я представляю, как бы сказать, интересы, ну, в целом, и районов тоже. В районах вообще уже скоро перевозчиков не останется у нас, то есть. Нагор, Санчурск, вот, Кирсей сейчас на подходе и так далее. Обозначайте проблему, у нас времени не так много, пожалуйста, Геннадий. Ага, это самое так. Проблема у нас даже вот по этому, по размещению таксиста, я... Ну, такси, оно все равно должно быть присутствовать, но я и с Кащевым общался, Василий Иванович. У нас даже есть распоряжение, подписанное губернатором о размещении стоянки такси. Это площадь на улице Горького, ну, с застырком, так сказать. Ну, вот, проблема пока, в воздухе не решается, так сказать, как-то бы там застрели эту проблему. Ну, чтобы правильно, у пассажира был выбор. Он идет к вам, к нам, то есть я вам деньги тоже плачу, я езжу от вас, все нормально, все меня устраивает. А вот те, которые желают пассажиры ехать на такси, у них будет там свой офис, правильно вы сказали? Ну, давайте поправлю, не мне, Киров, пассажир автотрансфорд, деньги платите. Я понял, да, вашу суть. Геннадий, в общем, вы тоже за то, чтобы решать эту проблему, да, с извозчиками? Конечно, мы с вами пересекаемся, я говорю, не сегодня, завтра. Без проблем, да, я готов всегда к диалогу. И я еще раз повторяю, я не против таких перевозчиков. Я тоже, да, да. То есть пассажиры, я согласен, должны выбирать, но они должны выбирать, зная все. То есть если легальный перевозчик, он, как я уже говорил, имеет и лицензию, и осмотры водителей проходят, и технический осмотр, то есть, ну, там, совершенная ремонтная база, то, как мы видим, там, многие нелегальные перевозчики, да, либо такси, они всем этим злоупотребляют, пренебрегают. Поэтому, ну, это люди-то должны тоже знать, в принципе, безусловно, что должен быть выбор, и частные перевозчики должны также развиваться, я не спорю. Но качество услуг, это, наверное, основной конкурирующий фактор. То есть мы тоже готовы развиваться, мы, видя, что таксисты нас превосходят, да, на своих автомобилях, там, иномарках. То есть мы тоже хотим, чтобы и люди с нами ездили, и закупаем тоже эти автомобили, там, есть у нас немного, конечно, но есть на предприятии. — Денис, а вот эта тема, насчет этой стоянки в районе цирка, вам и знакомы вообще? — По этой стоянке, да, мне уже докладывали. — Это вот напротив улицы Калинина, да? — Да-да-да, ну, там она... — Горького Калинина. — Вокруг, то есть запретили, насколько я знаю, по-моему, с этого года сделали дислокацию, поставили знаки, запрещающие стоянку автомобилей, поэтому жалоб очень много. Мы с этой ситуацией будем разбираться, но, честно скажу, что она не первоочередная, потому что есть более глобальные проблемы. Но по этой проблеме я тоже знаю, я забочен, я говорю, и жители жалуются, что сейчас начали стоять во дворах. — Во дворах стоят, да? — Да, то есть, ну, безусловно, ее надо решать. — А там дворики такие маленькие довольно, да, вот напротив этого вокзала, там ставить-то, там старая застройка. — Да, там старая застройка, да. — Хорошо, давайте поговорим о том сейчас, ну, о подвижном составе, как это говорится, что за автобусы, сколько вообще сейчас автобусов в Киров-пассажир-автотрансе? — Это порядка 120 единиц, вместе с районами, без районов примерно там 109 единиц у нас сейчас, не все, естественно, на ходу, на ходу примерно там 102 единицы. — Износ парка на сегодняшний день составляет более 80%, много автобусов приобретены в 2004-2005 годах. — Лучше 10 лет уже. — Да, им порядка там 13 лет, поэтому, безусловно, они себя изжили, безусловно, там капитальные ремонты и кузовов там и рамы проводятся, но это все уже настолько себя исчерпало, что необходимо обновляться. — А по маркам автобусов? — Марка, ну, 2004-2005 года большой износ имеет автобусы марки ПАЗ, преимущественно есть лиазов несколько единиц. — А вот эти бело-зеленые, это тоже ваши, да? — Бело-зеленые, да, это лиазы, но они примерно там с 2006 до 2013 года выпуска поступали, в основном, конечно, это 2006-2010 год выпуска, ну, и несколько единиц было приобретено в 2011-2013 годах. — Ну, все-таки помоложе. — Да, это были последние крупные глобальные обновления парка, то есть в 2016 году, по-моему, там 1-3 единицы приобретено, в 2015-м порядка 5-7 единиц приобретено техники. — А в 2017-м? — В 2017-м одна единица по программе «Доступная среда для инвалидов» был приобретен вот как раз автобус с подъемниками. — С подъемниками, с подъемным механизмом для людей с ограниченными возможностями, понятно. А какая вообще возможность сейчас есть приобретать новые автобусы? Что это за схема такая? Что за программа? — Вообще разные производители, государство в том числе, дает различные программы по приобретению подвижного состава. Сейчас есть хорошая программа от «Газпрома» по приобретению автобусов на газомоторном топливе. Порядка 1,5 миллиона субсидий на стоимость автобуса оплачивает «Газпром». — А полная стоимость автобуса? — Полная стоимость порядка 6,5 миллионов. Это большой вместимости. Автобус средней вместимости, ну, ПАЗ, он порядка 3,5 миллионов, 3,5-4 миллионов. — Но в любом случае, если 1,5 миллиона субсидий, это уже заметно. — Да, это заметно субсидия. Есть лизинговые продукты, есть государственные продукты, которые также субсидируют порядка 10% от стоимости автобуса. В 2018 году я, конечно, не знаю пока, какие будут действовать программы, но думаю, что в ближайшее время все равно что-то появится, и, безусловно, будем искать какие-то самые оптимальные варианты для обновления. Деньги-то все-таки свои должны быть заработаны, или все-таки правительство области помогает? Нет, правительство области, безусловно, помогает, правительство области вложило за последние 4 года достаточно большие суммы, профинансировало предприятие, и я думаю, что дальше будет продолжаться, наверное, какое-то финансирование, потому что, ну, как я уже говорил, мы выполняем социально значимую нагрузку. Если частный перевозчик выбирает только прибыльное направление, и никакие социальные маршруты он не обслуживает, то мы обязаны обслуживать любые маршруты, и пассажиры не должны страдать от того, что у нас какие-то проблемы есть с частными перевозчиками. Рекламная пауза у нас на подходе, середина часа, Денис Парлог, исполняющий обязанности генерального директора Киров-Пассажир Автотранс, прервемся на полторы минуты и вернемся. Интересная беседа сегодня у нас с новым руководителем Киров-Пассажир Автотранс, Денисом Парлогом. Так и тема интересная, просто вот мы сейчас как раз говорили о том, что в области маршрута не приносят прибыли, но вот есть же такая история, условно говоря, ездит маршрут там условного озера и центра в какое-то село, да? Там, чтобы этот маршрут сохранялся, нужно, чтобы он был прибыльным или хотя бы востребованным населением. Получается же как, то есть водители сажают пассажиров, собирают денежки, билеты им не дают, то есть официально получается, что автобус ездит пустой, и маршрут закрывают. Вот жители недовольны, говорят, мы же хотим, а автотранспредприятие говорит, так востребованность. Нет, как вы с этим собираетесь бороться? Довольно распространенное явление, я так понял. Ну, безусловно, за руку, пока никого не поймали, нельзя сказать, что водители воруют, но чтобы избежать вообще дальнейших там таких действий со стороны водителя, сейчас мы устанавливаем на автобусы, на пригородную междугородную систему видеонаблюдения, где четко видно, сколько пассажиров зашло, сколько пассажиров обелечено, то есть все это проверяется. Ну, по крайней мере, если видно, сколько зашло, то понятно, что и билетов должно быть, никак не меньше. Видеонаблюдение, это обычный видеорегистратор, да? Ну, я бы не назвал это обычным видеорегистратором, потому что снимается и салон, снимается и дорога полностью. То есть на каждую дверь направлено, мы видим, сколько пассажиров у нас зашло в автобус, сколько все-таки обелечено было водителям, и поэтому факты воровства, они здесь исключаются однозначно. — Понятно. — И еще вот такой вопрос возник вначале, еще говоря о том, что вы работаете по области и немножко в Кирове, да? — Да, ну Киров — это вот направление по московскому тракту, Бахта, Русскую, Ленгасово. — Сейчас там хорошая дорога будет. — Да, поскольку эти микрорайоны были приобщены к городу Кирову, безусловно, что маршруты считаются сейчас городскими, но они испокон веков были прииграны. — Киров Мурыгина, Киров Бурмакина, Вятские Увалы, Киров Нижнеевкина, Киров Загаре, Верхосунья, Коршик, Медяны, Стрижи, Глушонки, Башарова, Сосновы, Лошкари и так далее. — Еще перечитаем все. — 64 маршрута в нашем предприятии, то есть больше всего маршрутов. — Если говорить о персонале, что это за люди? Вот вы сказали, что такая старая еще советская аренбаза еще осталась, такая капитальная, а что за люди? — Да, но люди в основном профессионалы, люди в основном работают очень давно, то есть кто-то работает порядка 30 лет даже, то есть все, как это предприятие создавалось, многие работают даже с первых лет его организации. — Для работы на пригороде, тут самое главное надо отметить, что нету погони за выручкой, то есть водители и кондуктора там работают по окладной системе, то есть безусловно водителям не надо ни гоняться, ни соревноваться с конкурентами. — Не подрезать там конкурентов, да? — То есть в этом плане здесь на предприятии очень налаженная система и, слава богу, там за безопасное дорожное движение борется предприятие. — Среднюю зарплату можете озвучить по предприятию? — По средней зарплате, ну, наверное, пока сейчас не готов ответить, но я думаю, что в пределах, наверное, 23 тысяч рублей она все-таки, наверное, должна быть. Но пока, говорю, не готов ответить. — Ставится задача все-таки повышать заработную плату сотрудников? — Да, безусловно. — Они не против будут, я уверен. — От повышения стоимости проезда, наверное, и сотрудники должны также быть как-то простимулированы, и повышение должно тоже на них казаться. Безусловно, это будет рассматриваться в первую очередь, когда будет повышение стоимости проезда. — У меня вот вопрос-то еще все-таки про город, так подумаю. Смотрите, вот вы работаете всем в городе, да? Вот почему вот, когда, например, следующий будет аукцион по городским маршрутам, вам не принять бы участие, ведь это же надежный очень источник средств? — Безусловно, да. То есть если будут силы, у предприятия будет достаточное количество техники, безусловно, будем принимать. Ведь этот тендер-конкурс, который проводился три года назад, эти маршруты Кировпассажир Автотранс тоже выиграла по тендеру. То есть они участвовали, но в меньшем, наверное, как-то объеме, чем остальные перевозчики. — То есть это был бы хороший просто источник пополнения бюджета? — Безусловно, да. То есть готовы участвовать, насколько позволят силы. То есть предприятия, я говорю, что нужно развивать, нужно приобретать, наверное, большее количество техники, потому что неустой повторять социальную нагрузку, кроме нас, никто не выполнит. Но и городские маршруты, они бы все равно немножечко нам бы помогали в плане доходности. — Доход, как раз. — Потому что у нас доходных маршрутов немного, а социальных маршрутов недоходных их очень много. — А каков сейчас бюджет вообще Киров-пассажир Автотранс? — Или это тайна коммерческая? О какой сумме идет речь? — Наверное, это не тайна, потому что это все выкладывается на сайт. — Закрытое акционерное общество, да. — Ну, порядка 360 миллионов в год, по-моему, тире 400. Это оборот предприятия. — Ну, это хорошая цифра. — Солидная цифра. — Кстати, наш редактор Анна Лапшина подсказывает, с другой стороны, немножко посмотреть на этот вопрос. Автовокзал, знаки-то поставили, остановка запрещена, да, дабы таксистов убрать подальше. А обычно это люди, которые встречают, провожают. Сейчас пишет Анна, что неудобно сейчас приехать, негде остановиться. — Я говорю, что тут вопрос со стоянкой у автовокзала. Будем в ближайшее время тоже разбираться комплексно, потому что, я говорю, есть и жалобы на депутатов, знаю, поступают от жителей соседних домов, которые вынуждены дышать газами. То есть там машины и такси стоят, сейчас мороз. — Жалобы депутатам этого округа? — Ну, насколько я знаю, да, что люди говорили, что и депутатам пишут жалобы, поэтому здесь мы в стороне не останемся. Будем решать проблему комплексно, чтобы было удобно и пассажирам, и провожающим, и, безусловно, там, как сказал Геннадий, да, с Белой Холмницей, что и частным таксистам. — Вот я хотел бы все-таки вернуться к этому направлению, которое мне очень близко и понятно. Это Киров-Русская, да? То есть, смотрите, это часть города Кирова, там работают ваши автобусы, по ценам все равно пригородного сообщения. Соответственно, там до сих пор существует бывший маршрут номер 119, сейчас он цифру на себе не носит, но ездит. Ездит по городским расценкам, да? То есть там 25 рублей. — Ну, у него дороже, да. — Руководитель у нас был. — Да, у нас был руководитель, там, Шевченко, по-моему, насколько он. — Петрович, там, да, я его знаю. — Работает по-прежнему? — Работает, работает. Я недавно ездил, да, работает. Только цифры не одна. — Вот тоже у него интересная ситуация. Работает по маршруту, которого нет. — Да. Ну, там есть договор у него, по-моему, с Рейпон договором прописал там, да? — Ну, у нас законодательство в плане, вот я говорю, что почему еще и тяжело убрать таких перевозчиков, у нас законодательство несовершенно в этом плане. То есть, и причем запретили сейчас... — Погодите, а зачем убирать этого перевозчика? Может быть, решить как-то вопрос с тем, чтобы ваш автобус ездили вот по таким же расценкам? — Да, безусловно, с этим перевозчиком мы будем также разбираться, находить какой-то компромисс, да, то есть жителям, если нравится ездить там на его автобусах, да? — Ну, каждые 15 минут ходить, да, удобно. — Все там нерентабельные маршруты, где мы будем деньги брать. Опять же, когда там будем просесть государства, опять же будут недовольны, скажут, почему они такие большие там суммы просят. Ну, люди не разбираются в том, что у нас забирает много пассажиров. И поэтому, если кто-то работает по сверхприбыльным маршрутам, то, безусловно, они должны как-то еще и нести социальную нагрузку там на нерентабельных маршрутов, либо помогать там, может быть, нам же, Киров, пассажиров, Татрансу. То есть мы будем с ним в ближайшее время все равно встречаться, разговаривать, находить какие-то компромиссы. — Да, мне кажется, он совершенно договороспособный человек такой, да? — Да, ну, я говорю, что мы сейчас очень много там проблем на предприятии там и финансовых, вот дойдем все равно до направления Киров-Бахта. — Что касается еще дополнительных каких-то услуг для людей, все озвучили, там, мобильные приложения, возможность купить онлайн или еще какие-то планы есть? — Мысли сделать доступнее все-таки. — Ну, вообще любые предложения, я всегда говорил, что я открыт для людей, то есть у меня есть страница в социальных сетях, у меня там, наверное, везде уже телефон мой есть озвучен, там, то есть я готов выслушать любые предложения, там, какие-то круглые столы, пожалуйста, пусть приглашают. — Ну, мы хотим, чтобы пассажирам нравилось ездить именно с нами, мы готовы шагать в ногу со временем. То есть любые предложения, там, пожалуйста, там, это может быть, там, от, как я уже говорил, от онлайн-продажи билетов, там, до какой-нибудь Wi-Fi, то есть, пожалуйста, то есть все решаемо. Если мы знаем, что от этого пассажира поток увеличится, ну, мы готовы. — Ну, Денис, опять же, в последнее время, вот основные сообщения, если читать районную прессу, идут о том, что оптимизация идет маршрутов, сокращение идет маршрутов, вот все, что связано с этим, вот это будет продолжаться? — Ну, я надеюсь, что мы сокращать сейчас в ближайшее время ничего не будем. — Вот из того, что сейчас есть. — Да, максимум мы сейчас пересматриваем это на маршруты, на которых упала выручка, туда ставить автобусы меньшей вместимости, чтобы затраты снизить как-то, но рейсы мы сокращать точно не будем, потому что, я говорю, что пассажиры для нас в приоритете, нам, ну, не надо, чтобы потом люди страдали как-то из-за этого, точно ничего сокращаться в ближайшее время не будет. — Вот и насчет автобусов меньшей вместимости, планируете ли вот именно закупать на такие маршруты, именно вот такие уже микроавтобусы как бы, да? — Ну, вообще на предприятии есть три микроавтобуса, Volkswagen и Crafter, то есть они были приобретены два года назад, они тоже ездят и по пригороду, и ездят на межгород. — Ну, когда небольшой-небольшой пассажир, это нормально, как раз самое удобное, они и затраты меньше. — Да, ну, в любом случае автобусы только большого класса, ну, неинтересные для предприятия, потому что, я говорю, что все равно пассажиропоток снижается, там, в 2017 году уже он упал на 9% по отношению к 2016 году, и если мы видим, что маршрут убыточно обслуживает на автобусах большой вместимости, будем переходить на автобусы меньшей вместимости, пусть это будет средний или там малый класс. — Поэтому, безусловно, мы хотим, я еще раз говорю, что улучшать качество обслуживания. Если нужны микроавтобусы, мы знаем, что они будут окупаться, пусть там цена, может быть, будет повыше, там, на межгород съездить, чтобы комфорта, потому что больше. Пусть это будет так, там, экспрессы какие-то запускать. Ну, то есть мы, я говорю, мы готовы. — Денис, если честно, признаться, руководство области ставит задачу перед вами зарабатывать, зарабатывать больше самим? — Я думаю, что вообще предприятие такого значения априори, наверное, не может много денег зарабатывать, потому что большая социальная нагрузка из 64 маршрутов, дай бог, маршрутов 5 у нас рентабельных, остальные — это все нерентабельные маршруты, но их, я говорю, сокращать ни в коем случае нельзя, и никто за нас не вывезет пассажиров с районов. Поэтому при такой нагрузке, безусловно, в Минтрансе тоже все профессионалы и все понимают, что не может предприятие зарабатывать денег при такой нагрузке. Поэтому, да, выживать как-то надо, но совместными усилиями, я думаю, что с Министерством транспорта мы выведем предприятие из кризиса. — В ваших полномочиях сейчас и кадровые вопросы. Вы можете сейчас делать перестановки, назначения. — Да, конечно. — Есть планы по этому заместителей? — Пока все в текущем режиме, пока о никаких кадровых перестановках, наверное, там речи в ближайшее время точно не пойдет, потому что я говорю, что сейчас полностью вникаю в предприятие, безусловно, там все работники мне помогают, оказывают помощь, сидим, все моменты проговариваем, совещания ежедневные проводим. То есть я думаю, что пока я вижу, что работаем в том же ритме. Как будет в следующем году, ну, там уж, наверное, посмотрим. — То есть кадровых революции ожидать не стоит? — Нет, нет, конечно, там нет такого, чтобы я там кого-то за собой вел. То есть те, кто хотят работать, те, кто, я вижу, что выполняют свои обязанности, готовы там приложить массу усилий для развития предприятия, они будут работать. Безусловно, те, кто не работает, они, ну, наверное, должны уйти на другое место работы более спокойно, потому что планов очень много на предприятия по развитию предприятия, поэтому здесь сейчас нужно немножечко, скажем так, стряхнуться и дальше работать. — Я, вон, зашел на сайт вашего предприятия, смотрю, главный бухгалтер требуется на зарплату 40 тысяч рублей, или это устаревшая же информация? — Ну, информация... — И замглавбуха тоже требуется. — Информация, да, устаревшая, это уже, насколько я знаю, там полгода эта информация, не висит, ее, наверное, не обновляли просто давно, но в ближайшее время... — Вас еще не занесли в руководителя тоже. — Да, то есть информация будет обновляться, сайты будут обновляться. — Ну, я думаю, сайт вообще будет обновляться, да, то есть... — Для таких задач нужен взвешен другой сайт, конечно. — Ну, сайт достаточно такой скромный, но в целом понятный, так что мы вам желаем тоже разобраться с этим ресурсом. Мы, надеюсь, тоже как пользователи общественного транспорта, тоже сможем к вам напрямую обращаться с какими-то предложениями. В свою очередь информационная поддержка, информирование. — Да мы всегда все хорошее поддерживаем, так что вы даже не переживаете. Готовы быть с таким каналом, общаться, встречаться. Спасибо, Денис Парлок, желаем вам удачи на этом нелегком поприще. — Спасибо. — Всего доброго. На этом завершается программа «Дневной разворот». Мы с культпоходом уже вернемся через 20 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...